МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала речь шла, конечно, о прошедшей избирательной кампании. По словам Николая Меркушкина, жители региона стали более сплоченные и более ответственно подходить к вопросам выборов. От себя скажу, что, наверное, просто люди после долгой паузы стали верить власти. Это, конечно, послужило сигналом и для Федерального центра. Как результат, это визит президента России в Самару. Для самого главы региона это была в том числе дополнительная возможность общения с людьми. То есть возможность узнать настоящее положение дел на местах. Многочисленные визиты и встречи. Всего за несколько месяцев Николаю Меркушкину было задано 28 тысяч вопросов. Это с учетом тех обращений, которые поступали и в письменной форме. Мы сейчас, скажем, активно подводим итоги всей кампании. Вот вопросы, напрямую заданные губернатору с участием на встречах с людьми. То есть там, где вот лицом к лицу их было почти 7 тысяч таких вопросов. Это, скажем, на улице, на подходах к дому культуру, к какому-то месту встречи. Из них где-то 278, по которым я по ходу этих встреч давал прямое поручение решить, потому что там абсолютно был понятен и ясен вопрос. И понятно, что было бездействие в некой мере власти, или не только бездействие, где-то и, может быть, человек первый раз поставил этот вопрос, и он абсолютно правильный и абсолютно верный. Его надо было решать. Эти вопросы, они сейчас почти все решены, те, которые вот так были поставлены. Другие вопросы сейчас систематизированы, и работа ведется в министерствах, в муниципалитетах. Отмечу, что управление по работе с обращениями граждан усилили. Во многом это ведомство ключевое, и в дальнейшем не будет снижать темпов работы. Здесь можно плавно перейти на другую тему, но значение кабинета министров остались все те же лица. Документы глава региона подписал на этой неделе. Николай Меркушкин объяснил представителям СМИ, почему процесс затянулся на несколько недель. Я встречался со многими, беседовал, задавались, не только задавались, а высказывались, мягко скажем, замечания. И да, стоял вопрос под дельным министром, стоял вопрос, оставлять или не оставлять. Но тем не менее всех оставили? Да, в итоге да, оставили всех. Оставили всех, почему? Потому что, ну, проработало правительство два года. То правительство, которое вот сейчас на сегодня тоже утверждено, проработало два года. И есть, да, есть вопросы, есть недоработки, есть в том числе обращение граждан, жалобы граждан на ряд министерств. Серьезные жалобы, много разных. Естественно, не просто шло утверждение. И понятно, что они, многие были в ожидании. И со многими в течение где-то двух недель несколько раз были встречи, обсуждались, детально разбирали вопросы. Расследование некоторые проводили, отдельных писем, которые поступили. Да, расследование. И кто в этом был в итоге, насколько виновен, насколько тот или иной министр условно правильно осознал, что вот есть сигнал такой, что человек обращался, человек решал такой вопрос. Вот его как условно решили. Когда эти встречи были, там обстановка была не самая, а это. Там и доходило, и слезы были, и пот бил все. Наверное, министрам еще рано убирать носовые платочки. Далее будет не менее сложно. Работа предстоит большая. Нарекания есть ко всем министерствам без исключения. Каким-то более жесткие, каким-то менее. Но идеально не работал никто. Вопросы возникали в том числе и по неопытности, как отметил Николай Меркушкин. – Естественно, людям, которые предыдущие два года работали, да, есть минусы, но есть и плюс. Молодой человек, который в 33 года или в 32 года пришел министром на этот пост и поработав два с небольшим года на этом посту, да, где-то есть какие-то эти, но есть и другое. За два года, как правило, в этом возрасте накапливается, очень много впитывается. И не учитывать уже в некой мере вот тот потенциал, который уже с учетом шишек набитых и с учетом того, что вот пришла пора, или переназначат, или не переназначат. И стоит вопрос, так или не так. Конечно, я уверен, что после вот сейчас переназначения, я уверен, что министры будут работать более эффективно, более ответственно и более результативно. На этой неделе состоялась закрытая встреча Николая Меркушкина с кабинетом министров. Так вот, видеосовещание телекомпаниям раздали практически без звука. Всего две минуты из нескольких часов. Судя по выражениям лиц, разговор был жесткий. Речь на встрече с представителями СМИ шла и о формировании грядущего бюджета. Вопрос непростой. Общеэкономическая ситуация, естественно, не только в Самарской области, сложная. Рост евро и доллара. Валюта бьет рекорды. Цена на нефть. 63-я регион, на территории которого многие предприятия связаны с топливом, сильно зависит от ее стоимости. А всего за несколько месяцев произошло существенное падение. Поэтому, сказал Николай Меркушкин, жить надо экономно и деньги на ветер не бросать. Меньшими средствами необходимо добиться большего результата. Задача посильная, уверен губернатор. При этом на социальной сфере это не отразится. Конечно, по заработной плате мы будем делать все, чтобы она не сокращалась раз, а наоборот, в соответствии с указанными президентами, она повышалась. Здесь, если, может быть, не теми темпами, как мы это делали в 2012-2013 году, когда были приняты сразу указы президента, там сразу была установка была, и мы вышли на среднеобластной уровень заработной платы, которая ставилась указом. А вот что касается других затрат, транспортные возьмем, много разных затрат, коммунальные затраты. Здесь мы рассчитываем примерно на 15-20% иметь сокращение. И такая установка дана сейчас формируется, так бюджет. Всем министерствам доведены вот эти, скажем, параметры. Минус 20% от тех затрат, которые они раньше тратили на выполнение тех задач, которые перед ними стоят. Я считаю, что это вполне реально, вполне реально. У нас резервы в этом смысле, ну, резервы условные, они есть. У нас очень много созданных ГУПов. У нас большие министерства, ну, как большие, условно большие назовем. Но еще при министерствах созданы предприятия, ГУПы, так называемые, которые выполняют определенные функции. Например, по прежней моей работе практически ГУПов не было. Эти функции выполняли сами же работники министерства. И у нас существенно сократится количество ГУПов. Борзость от нагрузки на чиновников напрямую. Возможностей много. В том числе, вчера я сказал, чтобы подготовили предложение. И в ноябре месяце мы предварительно, может, не предварительно, уже примем в ноябре или в декабре. Что будем пользоваться в основном машинами автоваза. Автоваза. Определиться до какого уровня транспорт. И в бюджетных организациях, и в органах управления в основном будет машина автоваза. Сейчас автоваз, благодаря программе утилизации, которую поддержал президент России, увеличивает продажи. Но необходимо расти и дальше. Руководство завода, отметил глава региона, предпринимает необходимые шаги. И презентация автомобилей, и выпуск новинок. Давно в адрес Тольяттинского предприятия не было столько лестных слов. И, конечно, повышение качества машин. Автомобилисты отмечают разницу по сравнению с тем, что было и что сейчас на самом деле есть. Но работать еще предстоит много. Задачи стоят серьезные. Далее поговорим об еще одном крупном предприятии. Комбинат «Родник». Он лишен лицензии и, соответственно, простаивает. А это, в том числе, минус рабочие места и поступление в бюджет. Областное правительство сейчас решает этот вопрос. Мы рассчитывали, что в этом году можем получить от «Родника» примерно 3,5-3,7 миллиарда рублей. По текущему году. Ну, конечно, от огромной деньги. Он, там, 3 года назад он платил, там, в 50, в 100 раз меньше. Вот. И он заплатил в этом году более миллиарда рублей. Ну, примерно 2-2,5. Ну, около двух. Он не заплатит. Не заплатит по той причине, что он стоит очень давно. Уже, скажем, где-то с марта, наверное, месяца там. Завод стоит. Может быть, с апреля. Но мы сейчас ведем работу. Ведем работу, чтобы работу «Родника» возобновить. И здесь появились у нас, скажем, реальные варианты, что это будет сделано. Что будет возвращена лицензия. Ну, кто это лицензия будет, пользователем этой лицензией. И не исключает, что это будет государство. Государство. То есть, областное правительство, условно. Областное правительство. Вот. И получив лицензию, условно, на этих же мощностях развернуть производство. Далее вопрос касался дорог. Тема наболевшей. Говорить можно долго. Но, наверное, все жители региона положительные тенденции заметили. Хотя Николай Меркушкин, когда речь заходит об этом, каждый раз говорит. Хлопать в ладоши рано. Это просто мы не привыкли к таким объемам. При этом губернатор соглашается, что за два года в этой теме изменения есть. В том числе и принципиальные. Речь идет о сумме смет или вопрос выбора подрядчика. Я считаю, что мы навели здесь порядка больше. Я не говорю, что навели полный порядок. Пока тоже нет. Но значительно больше, чем в ряде других отраслей наших, если сравнивать с тем же ЖКХ. Что у нас стали сметы более приземленными. То есть реальными. Там тоже есть до сих пор вопросы, над которыми мы будем работать. Мы будем докапываться в сметы, которые... Сколько там, во сколько оценивается песок? Во сколько? Щебенка там, а какая она там? В общем, и так далее, и так далее. А цена та, реальная или нереальная цена, в общем, естественно, поглужим. И не только мы будем это, в том числе и Москва будет это делать, что касается федеральных дорог. Вот. Я думаю, здесь еще есть определенные резервы. Но в этом отношении достаточно много сделано. И мы практически, если брать, скажем, областной фонд дорожный, мы практически за деньги чуть-чуть больше, чем было ранее, да, мы сделали больше, значит, и в Самаре, и в Тольятти. Но мы много сделали очень за счет федеральных денег. За счет федеральных. Федеральных денег мы последние два года получали там в 7-8 раз больше, чем получали мы ранее. Что ощутимо? Мостовой переход Кировский или дорога от Самары до Сызрани? Одно удовольствие. Правда, не привыкшие к таким условиям водители сначала лихачили. Но сейчас количество камер на этом участке напоминает о правилах дорожного движения. Что касается Самары, то в этом году мы дали в Самаре около 2,5 миллиардов рублей денег. И если брать полностью, в том числе мы, в том числе областной бюджет напрямую, Минтранс делает дорогу московскую. Там еще деньги на территорию города, который, ну не город, занимается Министерство транспорта области, естественно, будет освоено порядка 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Это в 10 примерно раз больше, чем это было 2-3 года назад. Мы и в Тольятти активно работаем, я знаю отклики от тольятинцев, они тоже видят, что многое меняется. Сейчас вот в этом году должен быть к концу года, ну в этом квартале, к концу года начнутся работы по развязке тольятинской. Есть там проект подготовлен, сейчас уже в титуле есть деньги. И в течение 2, примерно 2,5 лет, там на 6,5 даже миллиардов рублей будет построена развязка Тольятти. За счет тоже, это за счет федеральных денег. Это очень сильно поможет тольятинцам на выезде с плотины, для того, чтобы там трехуровневая развязка, такой развязки у нас в Самаре нет, она будет самого такого, ну, высшего, что ли, класса. В будущем году в планах начать работы по Фрузинскому мосту. Он необходим. Территория в направлении Новокубышевска активно развивается. Идут работы по проектированию моста через Волгу в районе Климовки. Проект будет готов к маю или чуть раньше. Стоимость вопроса порядка 50-70 миллиардов рублей. Скорее всего, будут возводить на условиях частного государственного партнерства. Не забыли и про магистраль центральная. Объем работ большой. А теперь о не менее важной теме. Местное самоуправление. Дмитрий Азаров покинул Самару. Естественно, представители СМИ поинтересовались у Николая Меркушкина, когда город получит главу администрации. Идет речь, что руководителя будет выбирать специальная комиссия. То есть привычных всенародных выборов не будет. Исследование проводилось много, на разных этапах. Первое исследование мы провели еще в октябре прошлого года, год назад. Это до того, как еще президент выступал с посланием. Сразу после послания, как только президент выступил с посланием и сказал, что будет реформироваться местное самоуправление. Или, как он сказал, надо сделать это власть такой, чтобы человек доставал его рукой. То есть видел и понимал абсолютно. И проводились исследования летом. И проводились исследования уже после выборов губернатора. Когда состоялись выборы губернатора, буквально с понедельника социологическая группа по Самаре просила порядка 5000 человек. Это беспрецедентная выборка. Беспрецедентная, да, огромная. А так, в предыдущих были и тысячу, и две тысячи. Это тоже очень много. Поэтому о чем люди самарские говорят? Что касается вертикали власти, на уровне 85%. Считают, что должна работать вертикаль власти. Что касается подотчетности, на уровне 87%. Считают, что подотчетность, то есть мэр Самары должен быть подотчетен губернатору. Что касается командности, то есть в одной команде, на уровне 85%, 87% отвечают, что мэр Самары должен быть в единой команде. То есть в Самаре очень четко у людей сформировалось мнение, что вот эта бесконечная борьба, которая была в Самаре между мэром, губернатором и так далее, им это надоело вот как. И вот на все эти вопросы однозначно ответ. На уровне 85-87%. Еще часть, которые говорят, не знают, там, и противников там на уровне 7-8%. Это означает, что проблемные вопросы можно будет решать оперативнее. Это раз, а во-вторых, руководителя можно будет уволить в случае неэффективной работы. Это на самом деле большой плюс. Подать заявки на участие в конкурсе смогут все, так же, как и комиссия, сможет инициировать чье-либо выдвижение. Это компромисс. То есть за этого человека будет отвечать и губернатор. И если он плохо работает, часть вопросов в ответственности переходит к губернатору. И как ранее было дать деньги Самаре или не дать деньги, так вопрос не будет стоять. Как стояло очень много раз, стояло ранее. Потому что если не дать деньги Самаре, это означает работать губернаторой против себя или правительству Самарской области против себя. Большая роль отводится и общественным советам. Не исключено, что у них будет возможность выступать с законодательными инициативами. При этом пока неизвестно, будет ли деление города на большее количество районов. Но точно, что имя главы администрации мы узнаем еще до Нового года. А теперь перейдем к теме промышленности. Космодром «Восточный» в его запуске активно принимает участие ЦСКБ «Прогресс», «Тяжмаш», «СГАУ». Владимир Путин уже посещал космодромы и поставил задачу. К лету его ввести в эксплуатацию, а в декабре 2015 стал уже осуществить первый старт. Работы идут практически все по плану. И что касается самой ракеты, разных вариантов даже ракет, и самого космодрома. Поэтому я думаю, что вы сказали, что в декабре будущего года должен состояться поскольку. Поставлена задача такая. Задача будет реализована. И наши предприятия, что касается космической отрасли, в этом отношении они достаточно крепкие. Отмечу, что такое положение дел – это результат последних двух лет. Ранее стоял вопрос, что ЦСКБ «Прогресс» мог стать филиалом московского центра имени Хруничева. Тогда Николаю Меркушкину удалось пролоббировать интересы региона. К тому же, чего стоит только победа Самарского космического университета. Напомню, СГАУ вошел в топ-14 вузов России. Цель – топ-100 мира. На осуществление задачи выделяются немалые средства. 9 миллиардов из федеральной казны и 6 – это деньги различных корпораций. Развивая СГАУ, можно потянуть и остальные университеты и предприятия. Еще одна победа – это постановка вопроса насчет производства регионального самолета Ил-114. Напомню, впервые эту тему подняли на совещание в Самаре. Его проводил Владимир Путин. Президент поддержал идею и поручил правительству более детально рассмотреть вопрос. Сейчас работает специальная комиссия. Конечно, в интересах Самарской области производство на Авиакоре. Уже идут переговоры с собственниками предприятия о том, что нельзя упускать такой шанс. У нас есть одна проблема, я о ней тоже не раз говорил. Наш завод, Авиакор, не входит в ОАК, в объединенную авиастроительную корпорацию, государственную. У нас Авиакор – частная компания. Для того, чтобы Ил-114 производить, там в итоге сейчас посчитали, понадобится порядка 24 миллиардов рублей государственных вложений. И плюс еще, лизинговые компании должны, в основном капитал лизинговых компаний, вложить деньги, которые помогали бы, условно, продавать самолет. В общем, большие государственные деньги должны быть вложены. А компания частная, сможет ли частная компания, условно, как она, может ли на приоритетных началах вложить деньги, какие взаимоотношения сложатся, и так далее. Тут есть у нас большая проблема. Большая проблема. Поэтому над этой проблемой мы тоже сейчас работаем. И сегодня мне пришлось, в общем, заниматься этим вопросом. Я еще раз сказал, что мы готовы в Томсе областью тут поучаствовать. В общем, какой бы сложный бюджет не был. Но понятно одно, что если удастся, решили принять, самолет будет делаться в стране. И понятно, и в Томсе авторы этого проекта, они неоднократно, я с ними встречался, и в Москве, и сюда прилетали, приезжали. А не за то, чтобы этот проект реализован был в Самаре. Речь на встрече с представителями СМИ шла и о сельском хозяйстве. В этом году удалось получить приличный урожай зерна. Хотя, по мнению Николая Меркушкина, можем и больше. Эта отрасль одна из ключевых. Вделяются немалые деньги. Активная работа идет и с частными инвесторами. Строятся птицефабрики, молочное производство. Например, в регионе открыт современный животноводческий комплекс. Коровы галштинской породы. Это элита. Плюс большое внимание уделяется вопросу мяса птицы. Планируется, что область будет в пяти крупнейших производителей в России. Это перспективное направление. Судя по исследованиям, потребление этого продукта в стране только в ближайшие три года увеличится на 10%. И последний вопрос, который мы успеем обозначить в программе, это ЖКХ. Сфера, которая касается каждого из нас. И, наверное, у каждого есть вопросы. Глава региона отметил, что проблем на самом деле много. И решать их надо. Поможет навести порядок, в том числе и лицензирование управляющих компаний. Нечистоплотным игрокам придется уйти с рынка. Этот процесс, он такой будет сложный в этом отношении. Не то, что давайте сокращать или давайте массово увеличивать. Мы будем исходить из того, насколько качественно работает. Некоторые компании, понятно, сойдут с этого рынка. Или там придет какая-то другая работающая же компания, или сформируется новая. Или, не исключается, муниципальная или государственная, скажем, будет сформирована компания, условно, предприятие, которое будет... То есть есть такая вероятность. Есть и такая вероятность там, где под эти условия, условно, которые выставлены будут, да, не найдутся там люди или компания, которая возьмет на себя подобного рода обязательства, скажем. Исключается, что тогда придется государство брать на себя и какой-то период заниматься государством. На этом время программа заканчивается. Напомню, что это был только краткий пересказ разговора Николая Меркушкина с руководителями пяти ведущих телекомпаний области. Полную версию проекта «Круг вопросов» вы можете посмотреть на сайте СЕЛИ радио компания «Губерния». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова